Будем готовить сегодня бараньи ребрышки Друзья у нас воскресенье Погода шепчет Наконец-то лето наступило у нас в Якутии Пара шашлыков Будем готовить сегодня бараньи ребрышки Для этого нам сначала надо развести огонь Для этого у меня есть специально обученный человек Который специалист по огню Макс, давай, жги Пока угли доходят Берем шампура И начинаем начинять наши люляшки Нам надо для этого чуть-чуть намочить руки Чтоб фаш не прилипал Мы фаш отбили Еще раз мы его промнем Надо очень хорошо промять Прям как тесто Чтобы белок выделился И вот белок он держит по сути фаш Концы надо запаять И вот такими круговыми движениями Немножко надо Чуть-чуть много вдел Еще И вот Если крутишь фарш Вот получается он В связке И никуда не денется из шампура В конце надо вот так Тоненько сделать Чтобы она быстро высохла И никуда не делась Маринад для люля Я использую Соль Черный перец И кориандр Свежемолотый На ступке перемолол И вот Это вот Классические для меня Специи Которые я использую В любом виде шашлыка Из любого мяса Человек должен чувствовать Вкус мяса В основном А не специи И надо добавлять Ровно столько Чтобы не Приглушать Вот Сам вкус мяса Если Может это мой бизик Лично Вот я когда Сильно Специи много В мясе Мне кажется Что Человек пытается Скрыть Немножко Некачественное мясо Приглушить Вкус Специями Поэтому У меня как-то С детства Заловалась Так что Я Соль, перец И все Так у нас Люляшечки готовы Обкладываем в миску И займемся овощами И мы сегодня С вами еще сделаем Такой некий соус Армянский Теплый салат Как называется Я забыл Но из этих Обещаний Сейчас сделаем Классный салат Это очень хорошо Подходит к мясу Гарниру Угли подошли Вооружаемся кочергой И разравниваем И все Мы его распределяем Угли раскидал Она очень сейчас Пока жаркая Прям вот Чувствуется Все почему Потому что Печка сделана Мангал сделан Из теплоемких Материалов Вот эти кирпичи Пока угли разгорается Она набирает энергию И тоже она помогает Поэтому сейчас чуть-чуть подождем Пока угли немножко Сверху подостонут И начнем жарить овощи Мы будем вытаскивать сейчас Вот это приспособление Для шампуров И будем работать На решетке гриль У этого комплекса Есть такая замечательная решетка Два движения Одно вытащил Второе поставил Получается мы сейчас На этом гриле будем работать В частности Мы будем заводить Овощи А с чесноком Мы поступаем Немного иначе Чеснок чтобы запекся Надо его В фольгу И тоже на угли Вот так Сосиски для нашего Повелителя огня Вооружаемся шипцами Сейчас мы будем делать Азиатский хот-дог Отрезаем вот так Делаем кармашек Тут надо кончик отрезать И немножко их погреем На гриле Вот у нас лепешечки какие быстренько получились И пока у нас мясо Все это будет делаться Мы Полакомимся Так сказать Аперитивчиком Аперитивчиком Сейчас Господина повелителя огня позовем Одень ему Одень себе Это тебе Хот-дог Для твоей заслуги Спасибо Спасибо папа Пока у нас запекаются овощи Для этого теплого Горячего салата Можно сказать Нам потребуется Еще и зеленый лук Давайте возьмем его В столечко И нам надо его Миленько порубить Совсем скоро В Якутии Начнется сезон Дикого лука Зеленого В Якутии Принято его Собирать Дикий лук И заготавливать Вот так режется Засаливает И заготавливает На всю зиму И пользуется Всю зиму На всякие рецепты Это очень Вкусный Такой Насыщенный Ароматный Такой лук Дикий Кстати у меня Еще с прошлого Года Есть запасы Далее Нам Зелен Классический Укроп И петрушка Помидорки Почти подходят Вот такие Они красивые У нас Ого Как выпеклись Хорошо Ого Все творится Очень хорошо Как надо Начинаем Мы с вами Доставать Наше мясо Сейчас его Тоже отправим На бриль Это все дело Ребята Я замариновал Заранее Вчера Маринад Если вам интересно Давайте сейчас Оставим кадры Вчерашние Вы посмотрите Сезон Шашлыка У нас открыт Ребята Давайте Сегодня Замаринуем Вот такую Прекрасную Баранинку Ребрыши Смотри Какая красота Пистолетики Прям Просто Вкуснятина Будем Мариновать Его Очень просто Сначала Давайте Ребрышки Вот так отделим Так будет Здесь То же самое Делаем А эти Пистолетики На решетке Прям таки Пожарим Маринад У нас Совершенно Классический Тут у меня Свежемолотый Кориандр Чуть-чуть Зиры И Черный перец То что Любит Баранина Трем Помидоры Чуть больше Двух килограммов Мяса Это Вполне Достаточно Одного Большого Помидорчика Для Этого Рецепта И Лук Много Лука Остенький Лук Теперь Нам Надо Посолить Что-то Солим С расчетом Чтобы Пистолетики Тоже И Мы Чтобы Лук Дал Сох И У нас Вот эти Все Ребрышки В этом Искупались Совершенно Мынем Так Ребята Еще Для света Добавляем Копченую Папельку У нас Нам Приятный Золотистый Свет Когда Нажарится И Чуть Чуть Куркумы Совершенно Ядреный Оказывается Все Остальное Мешца Добавляем Весь Лук Управляли Пробуем На соль Отлично И теперь Добавляем Наши Пистолетики Так Пробав Сложишь Лук Если Соли Чуть-чуть Мало Будет Ничего Страшного Завтра Будем Будем Жарить Непосредственно На Мангале Можно Крупной Такой Солью Посыпать Мясо Я думаю Что Мы Солью Нормально Сделали И Финальный Штрих Нашего Маринада Газированная Вода Добавляем Чтоб Мясо Закрывало Мясо Напьется Сейчас Через Воду Все Эти Специи Наши И Прекрасно Замаринуют Напомню Что Этот Маринад Мясо У нас В этом Маринаде Будет Лежать Почти Сутки Завтра После Обеда Будем Жарить Мясо Достаем Подготавливаем Мясо И На Мангал Надо Отряхнуть Хорошенько Чтобы Лука Не было Потому Что Лук Быстрее Возгорится И Такой Приятный Вкус Будет Умяться Отправляем Овощи В одну Сторонку Ой Как Перчик Зажарился Мы Сейчас Его Будем Рубить Уже Он Готов Так Эти Перчики Тоже На Подходе Чесночок Сам В конце Он Должен Запечивать Хорошо Ой Баклажа Читайте Какой Так Помид Торчик Забираем Которые У нас Готовенькие Опа Перчик Раз Вот этот Помидорчик Това Убираем Кожицу Запеченную Вырезаем Попу Помидорчика А так Оп Аккоратненько С перчиком То же самое Так И Рубим Вот Пройдем Все Хорошо У нас Перчик Почти Подошел Набираем Сердцевину И Тоже Мы Его Чуть Чуть Его Надо Стали С одной Сторон Немножко Тверденький Но Еще Страшно А Запах Какой Все Это Пока Делается Мы Не Прохлаждаемся Мы Готовим Тарелку Редиску Украшение Потому Что Сколько Мяса Должно Быть Столько Должно Быть Овощей То Есть Клетчатки Это Вот Такой Баланс Должен Быть Правильное Питание Огурчики Такими Крупными Дольками Чтоб Можно Было Брать И Руками Кушать На Дно Тарелки Укладываем Лаваш Чтобы У нас Мясо Который Соки Будет Давать Она Пропитала Лаваш Ох Красота Будет Смотрите Костик Уже Уделяется Значит Готово Так Сказать Медиум Прожарки Вот Она Ох 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 Ребят Вы же Не одни У меня У меня Есть Прекрасная Запрещенная Соц. Сеть Давайте Оттуда Сторисы Снимем А Кстати Подпишитесь Все Актуальная Вся Движуха В основном Там Смотрите В сторисе Ой Так Как хорошо То Ох Сейчас Помидорчик Вытащим Баклажан Баклажан Тоже Почти На Подходе Готовенькие Мясо Вот так Вторым Этожом Отправляем Здесь У нас Вот этот Кусочек Пока Сукини Не хочет Торопиться Давайте Мы Его Поможем Как Будем Помогать Мы Его Режем Чтоб Он Быстрейше Ведется Собираем Так Мы Начинаем Уже Доставать Мясо Ой Ой Что Творится Ребята Смотри Какая Суки Запах Ароматы Так Надо Красиво Тут Укладывать Все Это Дело Крубничка Что Чтобы Мясо Чуть 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 Себя Пошел Надо Его Накрыть И Лепешечка Чтоб Погрелась Немного Вот так Накроем И Пока Мясо Отстаивается Мы Доканчиваем Свои Овощные Салаты Самые Главные У нас Баклажаны Убираем Тоже Кожицу Вот Сама Отходит Чтобы Она Нормально Поместилась Давайте Мы Его В Три Захода Будем Убить Добавляем Зелень Добавляем Соль И Замешиваем Все Это У нас Получается Такое Великолепие Буйство Красок Ароматов И вкусов Представляете Запеченные Овощи Какой Вкус Тут И Просто Его Мы Давливаем Самое Главное Ароматику Дает Чеснок Нашему Теплому Салату И Отправляем Салатику Достаем Еще Наши Пукини Красивенькие Это У нас Уже Готовое Блюдо Ребята Берем Так Ребрышко Салатика Горяченькая Вот сюда Прямо Так И Вот Это Дело Прямо Она Вот Так И Кушается Восхитительно Чудесно Умра Помрачительно Мы Убрали Решетку Ребята Теперь Отправляем Наши Люляшки Ооо Щет Подождите Не отправляют Для этого Надо Ставить Наши Вот Это Железочко Вот так Все Теперь Отправляем Когда мы Расставили На угли Надо Немножко Немножко Апохалом Поработать Потому что На начальном Этапе Люля Любит Ну Такой Достаточно Жаркие Угли Потому что Там Должно Белок Свернуться Чтобы Шампуров Она Не падала Пока Мы Вкушали Вкусные Рюбрышки У нас Поспели Сочненькие Люляшки Ребята Смотрите Просто Сок И Растекает Все Берем Так Рядышком Сочная Я Прощаюсь С вами Ненадолго До осени До осени У нас Рецептов Наверное Скорее всего На канале Не будет Так как Я Очередное Путешествие Уезжаю Будем Изучать Сахалин Курилы И Будет У нас На канале Видео Про Сахалин Будем Рассказывать Ну Обязательно Там Заснимем Про Местные Достопримечательности И Местные Там Что Кушать Самое Фирменное Блюдо Сахалинцев Прощаемся С вами Вот С такой Вкусной Тарелкой Приятного Птита Ребята Готовьте Вкусно Это Ведь Очень Просто До Продолжение следует... Продолжение следует...